Пастор Андрей Щербинин 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 И Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины Галатские сказали Иефаю, Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову Твоему. И пошел Иефай со старейшинами Галатскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Иефай произнес все слова своим предлецом Господа в массиве. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать. И дальше идет перечисление, то что он написал в послании к Аммонитскому царю, где он ему перечисляет всю историю Израиля, от их момента движения к Святой Земле, прохождения этой земли до фактически этих всех событий. Он говорит ему, зачем ты сюда пришел, давай не будем все дело доводить до войны. Но все равно обостряется конфликт, война становится неизбежной. И давайте перейдем с вами сразу, будем читать дальше с 29 стиха. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галат и Манасию, и прошел массиву Галатскую, и из массивы Галатской пошел к Аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал, если ты предашь Аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего, навстречу мне будет Господу. И вознесу это на всесожжение. И пришел Иефай к Аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его. И поразил их поражением весьма великим, от Араера до Минифа, двадцать городов, и до Авель-Керамима. И смирились Аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в массиву, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, Аммонитянам. И сказал отцу своему, «Сделай мне только вот что, отпусти меня на два месяца. Я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал, «Пойди», и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обед свой, который дал. И она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаадитянина четыре дня в году. Про Иефая сказано следующее. Глава начинается с этого заявления, что это был храбрый, смелый, воинственный мужчина. Это такая серьезная характеристика. Кто из вас когда-нибудь устраивался на работу? Есть такие люди, кому приходилось ходить и устраиваться на работу? Мне приходилось в моей жизни. Бывало такое. Я такой же, как вы, во многом. И кто из вас когда-нибудь подавал резюме? Где вас спросили, напишите о себе. Где учились, что делали там? Кому приходилось писать резюме? Есть такие люди? Ага, многим приходилось писать. И вот если мы с вами посмотрим сейчас на жизнь Иефая, на него здесь вначале идет такое краткое резюме. Ну, во-первых, мы читаем, что это был храбрый человек, воинственный, смелый, дерзновенный, сильный. Ну, воин просто, закаленный такой. Но дальше про него говорится следующее. Он был сыном блудницы. Сегодня уже упоминалось, что мы живем с вами в 21 веке. Многое стало совершенно другим на этой земле. Сегодня, когда мы читаем, современный человек может бегло проходить это место. И даже большого внимания на это не обращать. Потому что у нас сегодня с вами в наших социальных каких-то областях, когда дети рождаются как бы в неполной семье, там, по каким-то причинам. Знаете, этим уже никого не удивишь. Такого много у нас вокруг. Бывает такое в жизни. Но давайте с вами будем понимать, что это все происходит в древнем обществе. И вот Иефай рождается от блудниц. Вообще удивительная какая-то история. И дальше происходят закономерные, с точки зрения правил, законов тех времен, в принципе, события, которые должны были с ним произойти. Когда-то сняли такой замечательный фильм в свое время. Показывали у нас его в стране. И бывает иногда показывают. Градемарины вперед. И там один из главных героев этого фильма, у него такая была песня. Он князь как бы, но он как бы и не князь. И была такая песня, где он поет, так и надо по делам, не рождайся бойстрюком. То есть, он вроде бы как бы в княжеской семье, но он не принят в этих кругах. Потому что он вне брака рожден. Хотя деньги есть, там, отец его там обеспечивал и так далее, и так далее. Но в определенные социальные круги ему вход закрыт. И вот про Иефая сказано так же. Он был сын блудницы, хоть и был очень храбрым человеком. И это определило для него очень многое в жизни. И нам сказано, что он растет в этой семье. Слава Богу, за его отца. Он его забрал к себе. В то время, вы знаете, дети принадлежали отцу. Это сегодня, когда с вами какие-то у нас происходят какие-нибудь дела. Там мы у кого-нибудь слышим, что идут разборки где-нибудь в какой-нибудь семье. Если, не дай Бог, семья там как-то распадается. Государство всегда, в первую очередь, встает на сторону матери. Как бы рассматривается с этой точки зрения. В то время, в древнем Израиле было иначе. Дети принадлежали отцу. Слава Богу, за его отца. Он забрал его к себе в дом. Он его воспитывал. Но, с другой стороны, мы с вами видим, что детство Иефая складывалось очень сложно. Ему было очень трудно, очень непросто жить в его доме. Потому что его братья, они гнали его с самого детства. Они гнобили его, если можно так сказать, с самого детства. И его сердце постепенно, к сожалению, замыкалось и ожесточалось. Я не знаю, почему отец его в какой-то момент не остановил все то, что происходило. Вот между братьями. Почему он не вмешался в это? Почему он не скорректировал эти вещи? Почему он не вызывал их на ковер? По крайней мере, нам ничего об этом не сказано здесь. И не обмза, и не против. Просто как бы идет это описание, нам передана эта история. Что Иефаю регулярно и очень глубоко прилетало от его братьев. Они давали ему совершенно четкое понимание. Здесь тебе ничего не светит. И он рос с этим осознанием. Слава Богу, сегодня поесть дали. Слава Богу, сегодня есть, где в тепле переночевать. Но когда они пересекались, я думаю, они не внушались еще одним таким, как бы, случаем и возможностью поддеть его. Вы знаете, многие из нас, мы в жизни проходим в каких-то, значит, областях, похожие обстоятельства. Я бы сегодня хотел, чтобы мы с вами посмотрели на эту историю и попытались вот как-то живо представить себе жизнь этого человека. Чтобы она не была такой далекой за многие столетия, произошедшей от нас. Но чтобы мы попытались увидеть обычного человека, который живет сегодня возле нас. А может быть, даже и постарались себя поставить на место. И что-то вспомнить в своей жизни. А может быть, ты сегодня проходишь через такие обстоятельства, когда тебе, может быть, в твоем доме, может быть, какие-то дальние родственники, может быть, на работе, может быть, где-то еще в каких-то обстоятельствах, там, в твоей группе, в университете или в школе. Кто-то рядом поддевает и пытается объяснить, что здесь ты не приживешься, что здесь тебе дальнейшего роста нет, что тебе особо здесь развернуться никто не даст. И это бьет по твоему сердцу. Это проникает прямо внутрь тебя. И вот Иефай в какой-то момент вырастает, и он принимает решение, что он больше этого терпеть не будет. И Писание говорит, он убегает из дома. И уходит в землю, которая называется Тов. Я хочу спросить у вас, кто из вас бывал в Израиле? Кому доводилось бывать в Израиле? Я бывал в Израиле. Божьей милостью, слава Богу, хорошее место, хорошая земля, интересная земля, удивительные переживания, когда ты приезжаешь, и вот они, все эти места, где происходили какие-то события. Что-то интересное происходит у тебя в этот момент с сердцем. Я вас ободряю, если будет у вас у кого-то возможность, обязательно посетите Святую Землю. Вы просто будете очень благословлены. И кто из вас в Израиле бывал, вы когда-нибудь слышали, вам утром говорили местные приветственные слова, утренние, скажем так, что они вам говорили? Что? Ага. А кто еще что слышал? Вы слышали, как говорит по-израильски, будет доброе утро? Бокер Тов. Бокер Тов. И вы знаете, что значит слово Тов? Слово Тов означает хороший. И если мы подумаем и попытаемся понять, что же произошло в этот момент с ИФМ, он убегает в эту «хорошую» в кавычках для себя землю. В эту землю, где он пытается исцелиться. Он прячется от этой боли, убегает из этого эпицентра, где ему доставляется боль. И может быть сегодня кто-то из нас, может быть ты сидишь здесь на этом служении в это утро, но у тебя вызревает какой-то шаг. Тебе уже сложно справляться с теми обстоятельствами, которые рядом с тобой. Ты уже обдумываешь серьезно, чтобы тебе что-то изменить. Может быть работу менять, может быть съехать куда-то, переехать куда-то. И причина не потому, что Омск город не очень, а потому что у тебя обстоятельства так сложились. Потому что ты становишься заложником в какой-то мере, в какой-то степени этих всех обстоятельств. И вот в этой хорошей, для него прежде всего, хорошей земле, что-то происходит в жизни Иефая. Писание говорит нам, к нему начинают стекаться праздные люди. Интересная история. Прям почти как с царем Давидом потом будет происходить. Чем-то похож отдаленно. К нему начнут приходить эти праздные люди. Что это за праздные люди? То ли у них тоже резюме было не очень, я не знаю. Но в общем они стекаются к нему, они начинают окружать его. И у них такая интересная компания формируется. Такие вот однополчане, которые друг друга понимают. И он становится над ними начальником. А вы знаете, что значит быть начальником? Когда приходят праздные люди. Я думаю, что Иефай в какой-то момент принял для себя это решение. Что больше я не позволю никому и никогда унизить себя. И вот в этой компании этих мужчин, в этом собрании этих мужчин, которые к нему собрались, он вырабатывает свой характер. Он ставит себя определенным образом. И он не просто там среди них находится. Он возглавляет все то, что там происходит. И это становится такая компания интересная. Про них сказано, они входили и выходили. Куда они входили? Куда они выходили? Ну, это, наверное, был такой боевой какой-то кулак. Потому что не зря потом к ним пришли старейшины. И он формирует свою жизнь. Он формирует ее, перестраивает ее. Исходя из вот этого состояния своей души, состояния своего сердца. Он уже не позволяет, чтобы кто-то относился к нему, как относились к нему в своем доме. Все становится по-другому. Я думаю, он забывает, наверное, уже даже в какой-то момент все эти болячки, которые причиняли ему дома. Он начинает двигаться в том, чтобы идти дальше. И не думает уже о том, чтобы как-то опять пересекаться со своими домашними. Но вот наступает момент, они сами к нему приходят. Начинается война, и они сами к нему приходят и просят его. Не желаешь ли рискнуть своей жизнью ради нас? Интересное предложение. Люди, которых, возможно, он ненавидел больше всего в жизни, они приходят и говорят им, может быть, рискнешь своей жизнью за нас? Есть нужда, есть необходимость, есть вакансия. Вы знаете, Бог чудеса может совершать в нашей жизни. И к тебе могут прийти и попросить о помощи те люди, о которых ты, возможно, уже с давным-давно забыл. И, может быть, тебе придется свидетельствовать когда-нибудь о Божьей славе. Тем людям, которых ты, возможно, по каким-то причинам видеть не хотел какое-то время назад. Бывает такое. Бог снова сводит нас с этими людьми. Интересно, что мы переживаем в этот момент в своих сердцах, когда мы встречаем таких людей, от которых, возможно, нам прилетала в жизнь очень сильная, очень серьезная боль. И вот Иефайг разговаривает с ними, и он им говорит, что вы пришли ко мне, вы же меня ненавидели, вы же меня выгнали, вы растоптали мою жизнь. А сегодня вы просите, чтобы я включился. Но они продолжают его просить, потому что у них безвыходная тоже ситуация. Вот так удивительно все Бог делает. И тогда он им говорит, послушайте, ставки повышаться начинают. А если я приеду, вы меня начальником оставите? Если будет победа, я так и останусь начальником. Вы не попросите меня потом вернуться обратно в наш лес? Вы оставите меня? И они ему говорят, Бог свидетель, оставим. И я думаю, в этот момент что-то произошло в сердце Иефая. Попробуйте понять, представить. Всю жизнь этот человек вынужден был бежать, что-то формировать, жить вопреки всему. И вдруг, неожиданно, совершенно негаданно для него, приходит день, когда ему говорят, хорошо, мы легитимизируем тебя в обществе, ты останешься начальником. Твой социальный статус будет приведен в норму. Ты уже не будешь жить с этим клеймом, сын блудницы. Мы соглашаемся на то, что при всем том, что было у тебя, ты останешься начальником, и мы будем тебя воспринимать. И что-то произошло, я думаю, с его сердцем. Эта мечта давняя, закопанная где-то, все эти переживания, все всколыхнулось у него в душе. И он принимает решение пойти возглавить этот военный поход и воевать. Вы знаете, на самом деле, многие вещи, они выходят в нашей жизни из того места, где мы начинаем свой жизненный путь. Я бывало встречал разных людей, которые говорили о том, что да ну все это ерунда, что там было в детстве или в юности, или еще что-то. А бывало встречал таких людей, которые действительно в сердце носят как-то очень глубоко те травмы, те болячки, которые им пришлось пережить еще от начала вообще, как говорится, их жизни. Это очень сильно ударило просто по ним. И не так просто было этим людям освободиться от этого всего. И мы можем много над этим размышлять, но я убежден. Но даже верующий человек, даже когда ты имеешь отношение с Господом, мы во многом можем оставаться заложниками того, что происходит в наших сердцах. Бог дал тебе и мне привилегию быть свободным человеком. Каждый из нас, мы свободны каждую секунду этой жизни принимать то или иное решение. И Бог не давит эту свободу. Он ожидает, что ты и я, мы будем свободно двигаться к Нему. Свободно сами будем принимать решение приближаться к Его любви, приближаться к Его присутствию, чтобы исцеляться своими сердцами. И вот на Ефая сваливается в один день, знаете, почти как на Иосифа. Он сидел-сидел, и тут вдруг ему говорят, так, иди умойся, переоденься, побрейся, приведи себя в порядок, мы идем в кабинет к фараону. И здесь ему также говорят в один практически день, все, ладно, хорошо, будешь теперь начальником над нами. Был бы непонятный, то ли бандит, то ли полубандит, то ли вообще какая-то лесная братья. Толком даже не знаем, кто он был. Какие-то мужики, которые куда-то входили и выходили. Но все округу они приводили в трепет. И все к ним серьезно относились. А здесь говорят, ладно, останешься начальником. Социальное восстановление такое. Все кредитки откроем, все там дебетовки дадим. Будешь ходить спокойно, шопиться. Все, банки все там откроются. В один день вдруг. И, конечно, я думаю, что-то колыхнулось у него в душе. И он взмолился Богу, говорит Слово Божье. И почувствовал, что Дух Божий с ним. Ну, вы знаете, как часто бывает, когда приходит какой-то интересный, важный, очень ключевой момент в нашей судьбе. То ли из-за того, что мы недостаточно сами уверены в себе, мы, бывает, временами лишнего начинаем говорить. У нас просто свое представление о Боге. У нас свое понимание, как и что делает Господь. И вот Иефай, я не знаю почему, я не знаю для чего. Может быть, для того, чтобы еще больше как-то впечатлить Господа. Вы знаете, бывало временами ко мне, например, как пастор приходили люди и говорили, пастор, я хочу отдавать от моих доходов 50%. Я говорю, о-о-о, подожди, брат, давай не будем торопиться, давай просто молиться об этом, погоди, пусть эмоции улягутся. Но мы, бывает, временами для того, чтобы как-то вот Бога впечатлить, чтобы Он прям обратил на это внимание, вот от всех своих дел, там, в небесной канцелярии. У, ничего себе, это там где-то в Омске, человек, какие вещи-то сказал. Ну-ка, что он там сказал, что если я там помогу ему, вон он что сделает. Точно надо помочь. И Иефай может быть, ожидая того, чтобы Господь помог ему еще больше, говорит ему, Господь, если дашь победу, все, что хочешь в моем доме, все тебе, все, любое на всесожжение тебе, только помоги, только, пожалуйста, пусть будет эта победа. Господи, ты не представляешь, что это значит для меня. Ты же понимаешь, как я жил, через что я проходил. Сколько лет я прятался в этих дебрях, лесах, в этих непонятных хижинах, которые мы там делали, обустраивали, а тут сегодня такой шанс, Боже, дай победу, я не подведу. Я просто костьми лягу, я все сделаю. Хорошее, казалось бы, с одной стороны, рвение, но опять же, мы возвращаемся к тому, мне хочется, чтобы мы понимали, как много зависит от состояния нашего сердца. И Ифай дает этот обет, дает это обещание, Бог дает победу. Но дома его встречает его родная дочь. И Ифай, видя, как она выбегает к нему навстречу, впадает в ступор. И он не понимает, что ему говорить. И он говорит ей, дочь моя, ты причина того, что все обрушилось сейчас во мне. Вы знаете, я изучал эту тему, я смотрел разные источники, пытался понять для себя, зачем вообще это место оставлено в Писании нам. Может быть, не надо было. Может быть, надо было как-то спрятать. Может быть, надо было как-то построить свое Писание так, чтобы мы не ломали голову над такими местами, и не думали, было или не было, а что там было, потому что вообще какие-то страшные вещи описаны. И я увидел разные мнения, я увидел разные подходы. Я так понимаю, у нас заканчивается сейчас трансляция в ТБН. Мы рады, что вы были с нами. И если вы хотите досмотреть до конца эту проповедь, то, о чем сегодня мы с вами размышляем, переходите на канал Жатва. Вы сможете увидеть проповедь в полном объеме, в полной версии на канале Жатва. Да благословит вас Бог, да будет Он с вами сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok